Шесть музыкантов хотят ознакомиться с умениями друг друга. Делают они это следующим образом. Несколько человек встают на сцене, может быть один, может быть два, может быть пять, а остальные садятся в зрительном зале и музицируют, исполняют какие-то произведения так, что все, кто в зрительном зале, полностью понимают, кто перед ними. Считается, что когда музыкант выступает, он ни на что вокруг не смотрит, и поэтому не может оценить работу коллег. На самом деле, конечно, это неправда, потому что музыканты вовсе не глухие, но в этой задаче это так. И, соответственно, когда люди сидят в зрительном зале, то тоже они друг друга, естественно, никак не оценивают. Вопрос. За какое наименьшее количество таких действий, музыканты могут, каждый музыкант может узнать способности каждого другого? Давайте я объясню, как легко за шесть выступлений. Берете одного музыканта, пятерых сажаешь смотреть, берешь второго музыканта, сажаешь на сцену, пятерых смотреть и так далее. Можно спрашивать? Да, пожалуйста. А если два музыканта, блядь, то не взгляды за блядь, как? Какой? Нет, считается, что можно. Считается, что когда у нас на сцене стоят два музыканта, то их все слышат. А если больше, то не сложно. И больше тоже. То есть считается, что если они вышли на сцену, то они дадут друг другу проявить все свои умения. То есть, когда человек вышел на сцену, то его все зрители видят полностью. Нужно придумать, вот интересно, сколько, ребят? За одну операцию можно? Нет, нет. А за сколько? За четыре. А за три можно? Нет. Почему нельзя за три? Потому что... Не знаю, нет объяснений. Нет, можно за три. Да, пожалуйста. И что, это что можно при выступлении? За три? Да. Покажите. Давайте мы их пронумеруем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, хорошо? И вы должны писать. За три выступления это вот так. Пожалуйста, пишите, кто на сцене, кто в зале. Первый и второй на сцене. Да. Не надо спятые ставить. Ой. От них только хуже. Да? Первый и второй на сцене. Остальные четверо на зале. Да, пожалуйста. Дальше. Дальше. Теперь третий, четвертый на сцене. Да. Первый, второй, пятый, шестой в зале. Отлично. И, наконец... И, наконец, пятый, шестой на сцене. Да. Первый, второй, третий, четвертый в зале. Отлично. Кто веет ошибку? Дальше. Вот здесь, когда получается, что второй не сможет услышать первого, а третий, четвертого, а пятый, шестой... Первый не услышал второго, третий, четвертого, а пятый, шестого. Вы очень много, конечно, сделали за три раза, но... Не получается. Да, но так не получается. Дальше. Замять уже. Нет, ребята, давайте так. Я все-таки хочу, чтобы вы... Вот что сделали. Чтобы вы доказали оценку, за какое количество операций обязательно понадобится. Четыре. Четыре. Что надо было руку поднять, чтобы... Примечать. Что три. Четыре. Да. Затриняйте, а потому что, что если по парам играть, то один человек... Почему по парам? Почему по парам? Почему вы думаете, что если вам показали такой способ, то других уже нет? Что? Я не хочу за пять. Я уже это вам сказал. Как вам это еще объяснить? Мне сейчас нужно... От вас две вещи. Две вещи нужны. Значит, доказательство, что нельзя за три. И конструкция за четыре. Это мне нужно. А то, что вы сумеете за пять, я верю. Потому что действительно очень легко за пять. Не надо же подсказать, что это. Не надо. Я не хочу никому подсказывать. Что? Нашел за четыре. За четыре? Да. Хорошо. Пожалуйста. Раз, два, три, четыре. Да. Выступаем первый. Второй. Третий. Да. А остальные в зале. Отлично. Первая операция. Первый, второй, третий выступили. Их слушали. Четвертый, пятый, шестой. Дальше. Потом. Выступают второй, третий и четвертый. Так. Второй, третий, четвертый выступают. Дальше. Слушают. Первый, пятый, шестой. Да. Потом. Третий, четвертый и пятый выступают на сцене. А второй, первой, шестой. Слушают. Третий, шестой. И, наконец, четвертый раз. И, наконец, четвертый. Это четвертый, пятый и шестой выступают. А остальные отдыхают. Это третий. Отдыхают. Давайте мы будем проверять предложенный вами способ. Значит, смотрите. Первого человека сначала увидели четвертый, пятый, шестой. И больше его уже никто никогда не видел. Это означает, что сколько вы не трясли руку, но вам было лень посмотреть, кто же видел первый. Надо про каждого человека проверять, что и вы видели все. Садитесь и мешайте задачу. На кружке, который был сегодня утром, правда в последнюю минуту. Но решили. То есть, очень долго сидели, придумывали, придумывали о том, все-таки одна девочка буквально в последнюю минуту. То есть, уже там было 12 часов с секундами. Все-таки конструкцию девочки предложили. Ни малейшего желания подсказывать вам у меня сейчас нет. Потому что, ребята, ровно на таких вещах человек развивается. Вот кто-то говорит, что я сдаюсь, а кто-то сидит и придумывает, решает. Ровно этим люди различаются. Тем, что кто-то готов решать только те задачи, где одну секунду подумал и уже руку отвести, а кто-то готов к серьезному напряжению мысли. Так, если будет много желающих выйти, давайте я таких табличек на всякий случай. Вдруг кто захочет. Пожалуйста, вот сцена, зал и вот эти четыре действия. Пожалуйста. Готов. Сцена, зал. Пожалуйста. Другие, не надо бегать просто так. Если вы действительно абсолютно уверены, что решили задачу, выходите и напишите. И еще очень важная вещь. Почему нельзя за три операции? То есть, вот в тот момент, когда мы сумеем обойтись четырьмя строчками, сразу возникнет вопрос. А тремя можно? И на этот вопрос нужно будет ответить. Давайте, что мы должны сделать? Так, написать числа от одного до шести в каждую строчку, чтобы любая пара разных чисел встречалась бы и так, что одно слева, другое справа, и так, что наоборот. Первое справа, второе слева. Так, спасибо, садитесь. Давайте обсуждать вашу конструкцию. Значит, единица на сцене в зале 3, 4, 5. 6, 6. 3, 4, 6, извините. Да, вот интересно. Единицу двойка видит здесь, пятерка здесь. Все, единицу все посмотрели. Двойку здесь смотрят 3, 4, 6, а 1, 5 смотрит двойку вот здесь. Все замечательно. Тройку здесь смотрит 2, 5, 6, а единица и 4 смотрит тройку здесь. Хорошо. Четверку 2, 5, 6 смотрит здесь, единица и тройка смотрят внизу. Пятерку 3, 4, 6 смотрит вот здесь, где смотрят пятерку, единица и двойка, вот здесь. Шестерку, 1, 2, 4 смотрят здесь. Остались 3, 5. Остались 3, 5. Скажите, пожалуйста, у вас была какая-то идея, когда вы эту конструкцию, или вы просто описали? Я составлял, что в каждом, хотя бы, в целом, в целом, каждая цифра должна быть по 2 раза, если бы в первой колонии. Первый? Ну, где в целом, там... А, то есть, единица должна участвовать дважды, тройка должна участвовать дважды, пятерка, четверка, шестерка... И двойка. И двойка, как интересно. Сейчас, у нас шесть цифр, каждая дважды. Это 6 на 2, 12. В каждой строке есть... Да, ровно так получилось, да? Почему дважды? Потому что, если будет участвовать только один раз, то придется тогда напротив сажать всех остальных, а это выпячивание роли одной цифры, и это уже плохо. Ну да. А еще какие-то идеи были? Пожалуй, нет. Ну, не знаю. Мне кажется, симпатичная конструкция. Но задача не решена. У нас еще нет доказательства того, что эта конструкция оптимальная. То есть, что никто не сможет обойтись тремя строчками. Да. Что? Три строчки? Три строчки. Ну, давайте их напишем. Давайте их напишем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 4, 5, 2, 3, 6. И 4, 6, 2, 1, 5, 3. Вот ваши три строчки. Пятерку никто не слушал. Пятерку слушали 2, 3, 6, действительно. А больше не слушали. Помните, что он вам говорил? Каждую цифру старался, чтобы была дважды. На каждую цифру. А вы об этом не подумали, и поэтому вас пятерку слушали 2, 2, 3, 6, но не слушала единицы. Согласны? А еще ученицы сзади тоже постараются по два раза? Конечно, автоматически, потому что баланс же должен быть. Конечно, конечно. Тогда невозможно. Почему? Потому что на сцене каждая цифра должна быть дваждой. А это невозможно с тремя. Нельзя утверждать, что должна быть дваждой. Дело в том, что вдруг все-таки какая-то цифра присутствует на сцене один раз, но зато все другие ее слушают. Я понимаю, что тогда будет плохо с другими, но это же нужно как-то сказать строго. Если одна цифра будет выступать только один раз, ее могут послушать максимально только три цифры. Почему три? Вдруг пять? Да, она одна. Тогда другим цифру. Тогда цифру не хватит места. Почему? Потому что... Нет, ребят, доказательство должно быть строго. То, что ситуация, когда один выступает, опять раз слушает, не является оптимальной, конечно, я в это верю. Но нельзя же писать, я уверен в математическом догадательстве. Понимаете, мало ли в чем я уверен, только я все-таки ошибаюсь. Подсказка. Давайте, когда один человек послушает другого, мы будем об этом вписывать справку. Справка дана певцу такому-то в том, что он, сидя в зрительном зале, послушал выступление, не знаю, певца или скрипача, или кто они там были, в общем, музыканта такого-то. Вопрос. Сколько разных таких справок должно быть выписано в процессе нашей деятельности? Более 5, 6, 5, 6, 5. Нет, и не 5, и не 6, гораздо больше. Дождите, это 12. И не 12. 16. 18. И 60. 30, молодец, почему? Почему? Потому что 5 умножить на 6 справок. Какие 5 и какие 6? Ну, каждому музыканту надо выписать 5 справок, а музыкантов 6. Конечно. Каждому из шестерых музыкантов надо выписать 5 справок. А 6 умножить на 5 – это 30. 30 справок. Вы используете... А теперь вопрос. Сколько справок мы можем выписать во время вот такого вступления? Да? Максимум 5. Неверно. 6. Тоже неверно. 3. 9. 9. 9. 3 на 3 – 9. 9. 10. 10. 12. 13. 13. 24. 26. 53. 54. 56. Мы получаем 9 справок. Ну, секунду. Это не все варианты. Возможен. Возможен же еще такой вариант. Скажем, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И, возможно, такой еще вариант. 1, 2, 3, 4, 5. Итак, здесь у нас 2 человека. Здесь 4 человека. Справок. 2, 4, 4, 8. Здесь 3 человека. И здесь 3 человека. Справок 9. Здесь 1 умножить на 5. Справок 5 штук. Обратите внимание. Если будет 4 и 2, то то же самое. 4, 2, 8. 5 и 1 тоже 5. Значит, за одно выступление мы получаем сколько справок? 9. Макси. Правильно. Макси не 9. Не более 9 справок. А 9 на 3 не получается. 9 умножить. 10 на 3. 27. Это всего лишь 27. Да. Вот теперь мы задачу решили. Здесь пример. Не единственный, но это тот, который мы с вами нашли. Здесь пример того, как музыканты на самом деле могут за 4 поступления друг друга послушать. А здесь доказательство того, что не удастся за 3 выступления. Потому что не наберем справок. Немножко бюрократическое доказательство, но надеюсь, что вы его поняли. Надеюсь, что оно понятное.